Привет, друзья! Сегодняшнее видео будет посвящено пяти трендам зимы. Это те вещи, которые можно будет безобидно внедрить в свой гардероб и носить их не только в этом сезоне, но и в последующих. И тренд номер один очень яркий во всех смыслах, и это тренд на чистые цвета. И это одна из причин, почему вы сегодня видите на мне ярко-розовую футболку, и в предыдущих нескольких видео вы видели синий свитер, вы видели зеленую рубашку в моем инстаграме. В общем, этот тренд действительно очень яркий, и можно внедрить точечно в свой гардероб те цвета, которые подходят именно вам. Я свои цвета прекрасно знаю, поскольку я работаю с цветотипированием и типирую своих клиентов, и в этом году я сделала типирование еще раз себе для того, чтобы освежить в памяти, какие же оттенки мне максимально подходят, и внедрила несколько ярких цветов в свой гардероб. Какие же вещи это могут быть в осенне-зимнем сезоне? Ну, помимо того, что это могут быть свитеры, или, например, топы и футболки, которые вы будете носить как первый слой под жакеты или под кардиганы. И помимо этого достаточно активна тенденция на яркую верхнюю одежду, то есть в этом году можно купить для себя яркий пуховик или яркое пальто. Тренд номер два — это ретро-свитер. Иногда еще его называют винтажный свитер, например. Это свитер, у которого идет принт, как правило, в верхней части, и это могут быть ромбовидные узоры в разных цветах. В принципе, эти свитеры всегда напоминают нам такую зимнюю именно тематику, задают зимнее настроение нашим образом, и отчасти они еще и навевают атмосферу горнолыжного курорта, поэтому иногда вы можете увидеть название «Опресс-ки». Такие свитеры можно интегрировать в минималистичный гардероб, при этом это может быть удлиненный свитер. Я себе купила именно удлиненную версию и использую его в сочетании с утепленными леггинсами и ботинками на платформе. Также это может быть и узкий укороченный свитер, который вы будете носить с джинсами, брюками или даже с юбкой. Тренд номер три — это тренд на полоску, и это один из моих самых любимых трендов, потому что полоска — это, в принципе, то, что относится у нас не только к трендам, но и к вещам вне моды. Просто именно в этом году появилась вариативность и в плане ширины полоски, и в плане даже ее цвета. То есть это может быть свитер с какой-то яркой полоской, это может быть свитер ближе к классической тельняшке, например. Такая тенденция на свитеры в полоску, которая напоминает нам чем-то тельняшку, на самом деле пришла еще из прошлого сезона, и теперь в разных магазинах вариации этих свитеров стали выполняться. Как правило, это свитер с молнией сверху, или, например, недавно я еще видела версию, когда свитер такой был выполнен с воротничком пола. Кстати, если вы хотите знать не только про тенденции, но еще и знать, где купить эти вещи, то приглашаю вас присоединиться к шоп-клубу, в котором я делаю подборки из самых разных магазинов каждый день. В шоп-клубе я делюсь стильными лайфхаками, собираю мини-капсулы из разных брендов от масс-маркета до премиального сегмента, и собираю готовые образы, то есть вы можете даже не задумываться о том, как впоследствии эти вещи носить. Для того, чтобы присоединиться к клубу, переходите по ссылке под данным видео. Следующий теплый тренд – это тренд на трикотаж. Всевозможные трикотажные изделия, как правило, это либо костюмы с широкими брюками, и сверху будет джемпер, он обычно удлиненный, то есть прикрывающий бедра. Например, я себе такой костюм приобрела недавно Массимо Дутти. Этот костюм из кашемира в темно-сером цвете, максимально комфортен для самых-самых разных случаев жизни. Ношу его с огромным удовольствием. Ну и альтернатива такому костюму – это может быть платье прямого покроя, платье-свитер, но только не такие платья, как мы носили с вами, то есть укороченные варианты, а платье это будет в длине миди. И последний теплый тренд на сегодня – это пуховик-пальто. Как правило, это пуховик, у которого будет либо сложная простежка, то есть, например, какими-то большими клиньями, либо это пуховик с ромбовидной простежкой, либо вообще пуховик-пальто без простежки. И для кого может быть максимально актуальна именно эта тенденция? Для тех, кто зимой любит носить юбки или платья, потому что сочетать юбку или платье с пуховиком с поперечной широкой простежкой – это является стилистической ошибкой, потому что эти вещи будут спорить друг с другом по стилю, так как если вниз вы надеваете достаточно элегантную одежду, то и сверху ее нужно дорабатывать элегантными вариантами верхней одежды. Поэтому это может быть либо пальто классическое шерстяное, но для многих этот вариант будет слишком холодным. И хорошей альтернативой данному варианту как раз и является пуховик-пальто. Ну что ж, вот и все на сегодня по поводу теплых трендов зимы. Я знаю, что некоторые из этих пунктов уже были у меня, фигурировали в предыдущих видео, но мне хотелось сделать сегодня максимально компактное видео с выжимкой именно тех тенденций, которые будут наиболее долгоиграющими, то есть которые вы можете приобретать не на один сезон, но и для последующего использования. Если вы любите такие темы, то поддержите мое видео лайками, пишите в комментариях, кстати, скажите, как вам мой новый цвет волос. Ну и подписывайтесь на канал и до новых встреч, друзья!